Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я уже родился в Сталинобаде, но значительно раньше Сталинобад, Душанбе вашего детства был какой? Вы знаете, после войны, когда я уже стала осознавать себя Это был дивный город Русские строители отстроили этот кишлак Он превратился в город И там еще оставались спасавшиеся от войны эвакуированные люди Во время войны, вот как мама рассказывала Это был просто пир во время чумы Ленинградский Акимовский театр туда Было такое бурное веселье Потому что люди думали завтра на фронт И потом в 1948 году туда приехало очень много безродных космополитов Это были врачи-убийцы, которых тут не достреляли И очень крупные иронисты И поэтому Академия наук таджикская открывалась Это было просто созвездие имен И я росла в таком избранном обществе Меня лечили такие доктора Которых еще и в Москве поискать надо было Ну и климат человеческий был необыкновенный Это был настоящий интернационал Люди были расположены друг к другу Я росла в доме, который всегда был полон гостей А родители кто, Татьяна? Ну, папа у меня самаркандский таджик Мама моя воронежская красавица была Она приехала со своими родителями Деда раскулачивали Но он от самой процедуры раскулачивания смог сбежать Его предупредили И он завербовался на стройку Вот в Таджикистан Это вот ваша мама? Да, это моя мама, да Слушайте, ну она прям правда красавица Согласно не оторвать Ну, мама была такой красавица Что машины редкие, которые ездили Останавливались Она очень похожа на своего Прадеда, дядю Александра Алексеевича Остужева Великого русского актера Да, и даже мои поклонники В МГУ как-то украли для меня портрет Остужева В роли Карла Мора И у мамы этот портрет ворованный долго стоял Мы жили все вместе в нашей квартире Потому что у нас считалась большая квартира У меня были богатые родители Папа одно время министром Просвещение был Детство было счастливое и радостное И радостное Понимаете Наши среднеазиатские республики Очень много получили от советской власти Это был дотационный такой Вклад Вклад России Прежде всего, конечно Потому что люди образовались У нас был театр оперы и балета На таджикском языке шел Шекспир Когда бы Шекспир вообще пришел в Ташкент Или в Душанбе Никогда в жизни Не было воровства никакого На глазок отмеряли мясо за килограмм Давали три килограмма Ну понятно Абсолютная щедрость И такая доброжелательность была Я хочу, чтобы сейчас сказала Татьяна Александровна Правдина Зиновья Яковлевича При том, что родилась Черт и где там В этой Средней Азии Характер Такой глубокой Российской Интеллигентности Она никогда не жалуется Это такое свойство Этого Высокого Ну я бы даже сказала Аристократизма Такого ощущения Равенства со всеми Умения не наваливаться На других И очень истинная Не показная А истинная забота От тех Кто рядом АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас плакать начали Дети Что вы делали? Как вы развлекались? Я знаю, что тутовник ели Вот он похож на тот тутовник Который у вас там был? Ну да У нас огромный был такой Прям во дворе рос Вы знаете Вот сейчас только Когда я думаю О дворе В котором я росла Я угадываю Биографии людей Которые нас окружали Там много было Бежавших От Новодела Советской От Цезаря От вьюги Как Бродский писал Мы С Украины Было много Людей Это такая была Смесь всяких языков Какие-то Одесские евреи Были Жили они У нас большой дом Был хороший Но во дворе Были бараки Бабушка меня туда не пускала Боялась Что что-то плохое А там Своя жизнь Белоключом Там Пьянствовали Дрались Проститутки Какие-то То есть Вот Вся Судьба Страны Она была Представлена В этом дворе Сконцентрирована Да-да-да Я понимаю Понимаю И Хорошие школы У нас были Мы Мне кажется Получили нормальное Хорошее воспитание Единственное Что было плохо Совершенно Нас не учили Таджикскому языку Это были уроки Смеха Может даже И вся жизнь моя Пошла бы по-другому Если бы я Учила Знала язык Как следует А так получилось Поскольку папа Был физик Заниматься литературой Было смешно Это было слишком легко А ведь мы должны были Преодолевать Преодолевать Абсолютно верно Поэтому Я уже поехала В МГУ Поступать На физфак А вот Мой бедный брат Он по инерции Он совершенно Не хотел физикой Заниматься И у нас были Свернуты ковры На лето Мы сидели вдвоем И плакали с ним Потому что Его тоже Пихали На физику А ясно было Что он должен был Заниматься Иностранными языками Чем-то гуманитарным Гуманитарным Да-да-да Ой Ну в общем А вы в школе Хорошо учились, Татьяна? Я всегда отличница Я хочу Чтоб сейчас Как раз Сказал о вас Юрий Ваш брат Она была Круглой отличницей Она кончила Школу с медалью Но она была Из тех Отличников Вот Не противных А которые Не просто дают Списывать А подсказывала В общем Была Вполне Порядочным Человеком Когда она пошла В первый класс Вот после Первого дня Занятий Она пришла Из школы И не Не раздеваясь Не садясь За стул Тут же Стоя Начала делать Уроки То есть Вот Ну Такой Показательный момент Вы рассказывали Как-то Что у вас В школе Были Кипела Какая-то жизнь Такая Культурная Были Литературные Дебаты Я не знаю Обсуждали Васю Василия Павловича Аксенова Звездный билет Мои старшие Классы Школьные Пришлись На эпоху Хрущева Вот После смерти Сталина Впервые В Душанбе Приехали Хрущев С Булганином Все сбежали С уроков Школы Закрылись Весь город Вышел на улицу Встречать Встречать Их везли На машине Победа Народ Сомкнулся Машина Не могла Проехать И Хрущев Как человек Очень энергичный И демократичный Он вылез На крышу Машины И нам Соседка Потом говорила Я за брюки Хрущева Поддержалась Потому что Вы понимаете Они все были Всегда там Где-то А все остальные Здесь И конечно Это время было Необыкновенных Надежд Я помню К нам в дом Пришел человек Который Сидел уже Он строил Абакан Ташет Который потом Объявили Комсомольской Стройкой И Мама К счастью Меня не отправила Я слышала Вот из первых уст Этот Жуткий рассказ Потом уже Появился Журнал Юность Где столько Было Открытий Боже мой И До свидания Мальчики И Аксенов Но конечно Главное Событие Это был Звездный билет Звездный билет Вызвал Бурную Дискуссию В обществе И меня Мои Одноклассники Попросили Выступать За Вот как Помните Раньше В двух капитанах Суд Над Евгением Олегиным А значит Осуждать Героев Должен был Директор школы А вот Меня выдвинули Как защитницу Молодых людей Вот И мама Моя Ну они с папой Были члены партии Там Завказедры Конечно Мама Испугалась И стала мне Говорит Не надо Это нехорошо Еще неизвестно Чем дело Кончится Я была потрясена Мама Ты Как не стыдно Ты что боишься И я даже ушла Из дома К бабушке Ночевала Три дня Знак протеста Ну это там Два километра От нас Они жили Но все равно Я выразила Своё возмущение И диспут состоялся У нас была Понимаете Готовность Принять Любые хорошие перемены Конечно И когда В 64-м году Я уже поступила На физфак В октябре месяце Одна из Каких-то Первых лекций По матанализу У нас был Лектор Днестровский Такой Оказалось Утром Хрущева Сняли с работы А мы В малой физической Собрались Все орут И кто-то Сделал Из газеты Огромного Голубя И вот так Пустил его Однестровский Вошёл Молчит И вдруг Этот голубь В тишине Ему почти На голову Скользнул Опускается И он Так вот Посмотрел На нас И сказал Эх Вы Дураки И ушёл И это Было Вы знаете Такая Тишина Наступила В аудитории Как-то Мы поняли Что действительно Мы дураки Что-то такое Произошло И что-то случилось Ну По инерции До Нашего Вхождения В Чехословакию Как-то Всё-таки Ещё Были Свободы Какие-то Вот на ФИСФАКе У нас Была Агитбригада Вот Вокруг Серёжи Она тоже Никитина Он был Квартетом Внутри Этой Агитбригад А потом У них Тоже Произошла Принципиальная Какая-то Размолвка Они ушли И я Поступила И пришла А до этого В школе Я Просто У нас Был оркестр Школьный Я играла На пианинах Я училась Музыки Кончила Музыкальную школу Да Так что В нашей Семье Поначалу Музыкальное Образование Было только У меня Хотя Главный Музыкант Был Сергей Всегда Но потом Сын Кончил Тоже Гнесинскую Вы В МГУ Поступали По собственной воле Татьяна Или папа Сказал Только МГУ Нет Я была Очень самостоятельной С детства У меня никогда Не проверяли Уроков Мои родители Не знали Вообще Что В этой школе Там происходит Да А кавалеров Папа не гонял Метлой По двору Потому что Вы же Такая красавица Я была Своим парнем Всегда Я играла Футбол До девятого Класса А вы разве Не были Волшебной феей Нет У меня много Было поклонников Но это Были все Друзья Даже когда Мне начинали Объясняться В любви Ой Так было Ужасно Я не знала Что ответить Мне их всех Жалко было А к чему это нужно Непонятно Так хорошо Общались Так мы дружили Вот на тебе И я Я трусливо Уходила От всех Этих Объяснений Но Когда Появлялись Особенно Настойчивые Но там После вечеров Школьных Меня провожали Папа грозно Стоял у калитки Я умоляла Папа не позорь меня Что ты вообще Тут стоишь Но он Вспоминал иногда Что он таджик Ему надо же Все таки Проявить Контролировать дочь Да 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 Он очень Очень добрый И сердечный Человек был И Доверяла Конечно Абсолютно мне Но Но иногда Исполнял Свою роль А поступили Легко в МГО Ведь тогда было Не поступить В физфак Это просто Запредельная мечта У меня было Несчастье Один год Ввели экзамен По химии Да 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 И я Когда пришла На этот экзамен Я математику Физику Уже сдала Хорошо У меня пятерки И одна четверка была И я Когда пришла На химию Вот тут Наверное у меня Первый микроинсульт Случился От ужаса У меня Принимал экзамен Аспирант Какой-то Он мне стал Говорить Зачем вы идете На физфак Вам надо Идти в театральный Я так Обомлела У меня Я бы ушла Но у меня Просто ноги Отнялись Конечно От ужаса Я поняла Что он меня валит И я уже Я все знаю Отвечаю Таким умирающим Уже голосом В общем Он мне поставил Трояк Собака Я ушла Я ничего не видела Ни дверей Ничего Это был какой-то кошмар Но мне хватило Баллов Чтобы поступить И только с третьего курса Когда самые Начались предметы Там Волновая Теория поля Там Или что Вот тут я стал Повышенную стипендию Получать Поступила на Кафедру И Даша Это уже Песня была Вот А вот первые два года Это концлагерь Понятно Мы просто не выезжали В город Мы Учились Да я понимаю Учились с утра До ночи Просто с утра До ночи Татьяна Висбор Сейчас Нам скажет Бывает Оказывается Когда люди встречают Друг друга И с первого взгляда Понимают Что это вот то самое Я фотографии вчера Смотрела их Там есть одна фотография Она разделена на две Там абсолютно юная Знаете как С тремя н юная Татьяна Хашимовна И Сергей Яковлевич А это две разные фотографии А потом они соединяются И ты понимаешь Что когда Таня смотрит просто в камеру А Сергей смотрит на нее И взгляд этот невозможный То есть это Это взгляд Человека Который ее обожает Даже не боготворит Обожает Вот все вот эти слова Это очень красиво Вообще красивая пара Конечно и сейчас красивая Мне особенно приятно Это слышать от Танюшки Потому что она была Влюблена в Сережу Еще до знакомства Со мной Сережа очень дружил С Адочкой Яковской Она же да Она была Ну это вообще Они были наши кумиры Висба Адочка И Танюшка Очень хорошо пела Очень хорошо И вот первое ее появление На сцене Были связаны с Сережей И она говорила Я в него была влюблена И как же я тебя ненавидела Еще бы Когда ты появилась Конечно Вот Но она А он вас взял Вот в этой агитбригаде Да? То есть как он Где он Вы познакомились Вот как Он уже ушел Из агитбригады И как-то забежал В общежитие К одной знакомой А я Случайно оказалась В кустах Вот Ну он вообще Такой Девушек не пропускал Всегда Это осталось На всю жизнь Он замечает Все Вот Ну познакомились Здрасте Здрасте И разошлись Но он все-таки Стал к нам Приходить С своим другом Который У него в квартете был И Охмуряли Они девушек Они опыты Телепатические Там ставили И мы понимали Что они нас дурят Но никак не могли понять В чем Какая формула На самом деле Я когда первый раз Сергея увидела У меня бывают Вот такие Какие-то Предвидения Он стоял на сцене А мы Первокурсники Там где-то сидели Я вообще В последнем ряду И я Своей соседке По комнате Скала Ты знаешь Мне кажется Вот я за этого парня Выйду замуж Господи Неужели правда И она Я забыла даже Про это Она мне потом Напомнила Напомнила Так Потом И получилось А петь Когда вы стали вместе У нас была Очень талантливая Девочка на физфаке Она младше меня Она писала песни И она предложила Чтобы мы Дуэтом с ней спели Мы решили Так как я уже Познакомилась С Сергеем Попросить Чтобы он нам Саккомпанировал Вот Таким образом Первый раз Я на сцене Появилась Когда Сергей Просто был аккомпаниатором А потом уже Потом уже Я вошла В квинтет Который создал Сергей Сергей В университете В университете Да Давайте просто сейчас Вот для удовольствия И радости Жизни нашей общей Послушаем Несколько цитат Александра Александра Что там пьется Перед нами Это ясень Семенами Крутит банс Над мостовой По скалу Брать тебя Жужжит над ухом Вечная пчела Причмола Причмолы 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 Я леплю Из пластилина Пластилин Нежней, чем клина Я леплю Из пластилина Кукол, клонов Собак Если кукла Выдет плохо Назову ее Дуреха Если клонов Выдет плохо Назову Его Дурак Неполучистое Облако Чистое На именинных Шинку Я леплю Ты нарыжком Наслистал Дырочкой Вправо пуху Родители ваши как отнеслись к тому, Татьяна, что вы вместо того, чтобы писать как порядочную диссертацию, стоите на сцене и поете с каким-то сомнительным типом? Нет, Сережа сразу маму завоевал. Уже решили подать заявление в ЗАГС. Я говорю, ну, Сереж, ты же моих родителей не знаешь. Он говорит, давай полетим в Душанбе. Вот мы первый костюм Сереже пошли купили. У него до этого не было. Он вообще был очень скромный человек. Уже был звездой МГУ. Конечно. Но он ходил в китайском белом плаще, который ему в восьмом классе мама купила. И никто на это не обращал внимания. Совершенно непритязательный такой был человек. А он вам нравился? Ну, он красавец был. Красавец-то, да. Вот этот белый китайский плащ. Сергей был хорош собой, потому что предыдущая барышня, она была, принадлежала к такому бомонду московскому. Она была очень рукастая. Она ему связала два свитера. Очень, очень красивых. И он с самого начала вот выступал в свитерах. Это было шикарно. Это правда, да. Правда, один свитер она связала такой ажурный, и он стал у него тянуться и постепенно почти до колен. И я его, когда мы поженились, я его распустила и перевязала ему. Он считал, что из ревности. Я... тот свитер. Я говорю, он вытянулся. Он поначалу был совершенно роскошный, а потом все длиннее, длиннее, длиннее. Да-да-да. И просил стульнику. Ну, и когда Сергей предстал пред очами матушки моей, сначала он совершенно обомлил, когда увидел ее. потому что ей 40 с небольшим, она хороша. И он, у него рот так открылся. Я говорю, Сережа, закрой рот. Вот. Но она глянула на него и решила, это наш человек, что хороший мальчик. Берем. И брат играл какие-то там сонатины на фортепиано, а Сергей потом подходил и след за ним подбирал. И мама, утирая слезу, говорила, какой хороший мальчик, и музыки не учился, а вот вас, балбецов, мы тут учили. Вот. А с папой Сергей встретился, когда папа уже прилетел на свадьбу. Это был такой момент, они друг друга никогда не видели, Сережа потерял отца в 12 лет. И это оба были бледные, как полотна. и папа боялся повернуть голову к ним, а вдруг ему не понравится. И вот они поглядели друг на друга, и все. Это была любовь на всю жизнь. Ой, какая красота. папа его считал сыном, и Сереженька, и вот плов учил готовить, и все. У нас непростая жизнь была, потому что мы жили с мамой Сережиной, и как-то родители приехали, и я сказала, мам, мы хотим снимать квартиру, уйти. Мне родители не позволили. я прорыдала, папа сказал, вы не имеете права уйти из дома, потому что Вера Сергеевна потеряла мужа, и она должна жить с сыном. И так мы и остались. Слушайте, у вас какие-то потрясающие родители. Просто потрясающие. Я хотела вот что спросить. Вот пластинка, да, тогда, синий цвет Татьяны и Сергея Никитиной. Это прямо, ну, уже красота же. Ее было не достать, не купить, не добыть. Ну, мы ее затерли прям в хлам, в лоскуты. Вы знаете, оказывается, эту пластинку наши поклонники называли голубой карбункул. Да, голубой. Мы не знали наш об этом. Вы никакие, я не знаю, ни члены филармонии, ни профессиональные артисты, вы физики. Как получилось, что вам удалось ее записать, Татьяна? Конечно, вот, паблисити мы получили благодаря телевидению, раньше же все по-другому было устроено, приглашали, ты приходил на живой эфир, возвращались домой, тебя соседи с транспарантами встречают, у подъезда, уже рады, уже все. И, конечно, телевидение вывело в свет очень много народу тогда. И вот, алло, мы ищем таланты. И тогда же нас увидел Микаэл Ливонович, Теревердиев. И когда Рязанов снимал иронию судьбы, Микаэл уже Сергея позвал, зная его через алло, мы ищем таланты. А это, ну, как-то накопилось такая уже критическая масса песен. И фирма Мелодия поставила в план. Здесь выдающийся звукорежиссер. Она записана еще очень хорошо. Хорошо, да. В Доме звукозаписи мы это писали. И, ну, было много очень смешных моментов. Сережа записывал там в этом доме как-то диалог о новогодней елке. А в соседнем зале писался большой симфонический оркестр. И заходит дама и говорит, а кто же это такое поет? Я говорю, это Сергей Никитин. Я была с звуком говорит, он что, еврей? Я говорю, нет, почему еврей? Да, а такое красивое лицо. Вопрос национальный. очень всех волновал. Вот с вашей точки зрения, как философа и математика, почему они все жили в одно время? Висбор, Акуджава, Рязанов, Шпаликов, Шукшин, Тарковский? Как это вышло? В чем дело? Война это? Или что? Ну, вообще, я думаю, что во многих странах были такие флуктуации. Это правда. Чуть-чуть сделали послабление, когда наступила оттепель, и все это, в конце концов, воплотилось в виде литературы, музыки, кинематографии и так далее. И вот чем меня пугает сегодняшний день, что тогда были люди, которые могли свое знание отношения к миру, понятие о прекрасном, о чести, о достоинстве передать это следующему поколению. Мы такие были счастливые, такие богатые, через нашу судьбу вот с Сергеем прошли такие люди, это соль нашей земли. Это правда. Такие музыканты, такие писатели. Даже если ты не читал книги Адамовича, скажем, но просто поговорить с этим человеком, который в 14 лет ушел в партизаны, потерял всю семью, остался жив, и он был томим этим чувством вины, что он не погиб. Что он не погиб, да. Вы понимаете, они столько знали, Давид Самойлов, Зямочка Герт и Эльдар Александрович Рязанов. Это не просто таланты были, это были образованные люди. И они читали, они работали над собой. А сейчас все хотят, чтобы сразу раз миллион это то-то-то-то с пустой головой и голову очень быстро чем-то заполнили. Так не получается. Да, это невозможно. Не получается. Сергей Никитин. Для меня, конечно, Татьяна, это эталон чистоты, совести. Самое главное, что этот человек патологически не умеет врать. Даже во благо. Для нее это просто невозможная вещь. В 80-е или в конце 70-х годов нас обоих сильно агитировали вступить в коммунистическую партию, то Татьяна своему шефу, который был членом партии, сказала «Валера, ну вот будет первое собрание партийное, и я выйду и скажу все, что я думаю, тебе это надо?» Он сказал «Нет, не надо». И от нее быстренько отстали. Татьяна, вы были заместителем министра культуры, да? Это человек, который туда приходит, он понимает, что его расстреляют в любом случае. И он никогда не будет никому мил. Он с одной стороны всегда будет душитель, а с другой стороны он будет всегда неудобен. Вы зачем согласились? Я ни одной секунды не думала, какие неприятности у меня могут быть. Время это было такое, денег практически не было. Единственное, чем мы могли заниматься, это удержать от разрушения что-то и разрешить любую полезную инициативу на местах. Мы необыкновенно помогли библиотекам. Да, библиотеки как раз удалось сохранить, спасти. Стали переводить весь архив и Ленинки, и Салтыковки на Сидеромы и с музеями. Вы понимаете, еще были на местах люди, это же полные подвижники, кто там работает за гроши. Но уже было опасно, что фонды растащат. И мы занимались охранением того, что пришло в наше министерство. Ну, еще я считаю, что мы сделали первый важный шаг для того, чтобы облегчить восс-вывоз. Вы понимаете, многие уезжали за границу, и это была статья издевательства и доходов, когда людей потрошили там, я не знаю, подкладки. При этом как тогда и потом продолжали вывозить колоссальные ценности совершенно другим путем. Мы приняли тогда, пробили закон, то, что не является музейной ценностью, и младше 100 лет можно вывозить без комиссии. Так мы потом приезжали в Израиль, и мне вдруг приходит на концерте записка «Спасибо, вы сохранили кусок хлеба». Пианино «Красный октябрь» вывезли. Да-да-да, завода. Господи, это просто... Ну, у нас же почти каждый шаг – это проблема. Конечно. И задача, с которой я пришла – уменьшить бюрократический нажим. Вот смотрите, вы человек какой-то совершенно уникальный, да, то есть вы диссертацию написали и защитили. Певица, вы совершенно замечательный исполнитель песен. Вы столько лет замужем за одним мужем. И у вас еще сын, прекрасный сын Александр, это вы мама мальчика. Да. Вот мама мальчика чем отличается от мамы девочки? Вы знаете, когда Сашенька родился, я даже не хотела второго ребенка, потому что я так его любила, что боялась, что я другого не буду так любить. И что это будет обидно. Ну, и потом я говорила, довольно сложно все было в жизни. Мы очень близки. И до сих пор. И до сих пор. Я сейчас хочу, чтобы он сказал, Александр Никитин. С самого детства со мной разговаривали как со взрослым человеком. И относились ко мне по-товарищески. Может быть, это не всегда даже было правильно. И вообще для меня мама до какого-то момента в моей жизни вообще была самым главным человеком в моей жизни. Это был мой товарищ, которому я бесконечно доверял. И это осталось. Все время учишься у такого человека, как мама. учишься соображать, реагировать быстрее, принимать решения. Учишься быть смелее и честнее. Это абсолютно надежный человек. Это товарищ, на которого можно положиться в любую минуту. Ну, это по скайпу мы записали, потому что он в Америке, ваш прекрасный сын. А вам удается быть товарищем и вот внуком тоже, Татьяна? Ну, сейчас сложнее, конечно. Они говорят по-русски, и Саша просто костями ложится. До школы они пишут диктанты на русском языке. Ну, конечно, среда еще друзей, которые говорят по-английски, она забирает. Влияет, конечно, влияет, да. А вам сейчас интересно жить, Татьяна? тревожно. Тревожно. Я с 2014 года покой потеряла. Вот, честно сказать. В общем, я стараюсь на ночь не читать новостей. Меня просто ужасает, сколько милитаризма сейчас стало у нас на экранах телевидения. Это очень серьезный и грозный сигнал. Знак, да, я согласна. и второе, вот вы слышали, я ненавижу вранье. Ненавижу. Вот это меня просто ужасно, ужасно огорчает. А что радует, Татьяна? Вот мы этим летом были в Елабуге. Боже мой, какой фестиваль, какой это дивный город, красоты небесные, все восстановлено, люди. это просто волшебные люди. Какие у нас замечательные люди есть. Это правда. И пианист Борис Березовский, пианист мирового уровня, он просто организовал четырехдневный фестиваль классической музыки в Елабуге. И четыре дня были такие концерты, любой Карнеги холл позавидовал бы. Был дождь, были грозы, люди стояли под дождем до двух тысяч стоячку. Это счастье. Счастье. Татьяна, спасибо вам большое. Говорить с вами просто вот одно удовольствие, просто одно удовольствие. Я желаю вам того, о чем вы сейчас сказали, применительно к нам, ко всем. Да, покоя, стабильности и правды. Вот я прям хочу того же. АПЛОДИСМЕНТЫ Нам часто кажется, что в жизни обязательно нужно выбирать что-то одно. Татьяна Никитина разрушает все стереотипы и опровергает предубеждения. Она добилась успехов и в творчестве, и защитила диссертацию, и самое главное, что при такой сумасшедшей занятости она создала замечательную семью и вырастила прекрасного сына. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok